Одна из важнейших и для экономики, и для социального самочувствия наших граждан тема. Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет. Это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно постройке. Мне Хуснулин, Марат Шагизанович, докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики. Вот в иностранной рабочей силе. Но это отдельная тема. Я согласен полностью с теми, кто бы сказал, это озабоченности на этот счет. И здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ, прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь. У себя народили, изучали язык наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев людей, где они будут жить. Мы, должен сказать, что на этот счет довольно подробно разговариваем с коллегами из стран Содружества. Один из таких разговоров у меня состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе. И готовы со своей стороны государственные органы, скажем, Узбекистана содействовать этому процессу. И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами из Таджикистана. Всем ассаламу алейкум, уважаемые братья мусульмане. Я думаю, не стоит переводить. Вы прекрасно поняли, о чем идет речь. Уважаемые братья, я что хочу сказать. Вы пришли в эту сторону. Вы должны, сто процентов, вы должны соблюдать законы Российской Федерации. Уважаемые братья, как у себя дома, например, как вы там, вот, например, чем занимаетесь там. То же самое здесь тоже надо иметь правила, все делать, например, я не в сторону в России. Я просто говорю, просто чисто своих, уважаемые братья, если вы примете, некоторые просто умники сейчас зайдут и пишут, ты сейчас в сторону. Нет. Просто я хочу сказать и напоминать вам, вы пришли в эту сторону, вы должны себе успокоить. Самое главное, самое первое. Успокойте себя и начали работать дальше. Хоть какую-либо работу. Если вы будете прекратить всякие вот такие драки, вот такие беженства, я не знаю, еще чем занимаетесь, убийства, кражи, вот таким не будете заниматься, я думаю, иншаллах, вообще патенты регистрации ничего не будет. Если будет вот так и прекращаться, все. Пока вы делаете вот такие войны, всякие кражи, вот такие вот каша, каша, каша идет, поэтому закон еще жестче и жестче идет. Из-за одного, из-за два человека, из наций, из разных наций, например, все мигранты страдают, из таджиков, из-за избеков, либо киргизов, там один человек совершает вот такое плохое преступление, остальные все хором отвечают на эту. Братья, будьте добрым, будьте вежливым. Я решила с вами поделиться, всех поздравляю, если вы посмотрели до конца. Ассаламу алейкум, иншаллах, ждите новые новости. Подписывайтесь на этот ютуб канал, иншаллах, я думаю, все прекрасно поняли. Братья, что я хочу сказать, просто ведите себя очень культурно.